Всем привет! В прошлый раз я вам рассказывал, как делать лазерную мину для игры. Сегодня будем делать растяжку. В общем, у нас та же самая мина имеется, и только у неё есть, так скажем, конец, куда будет тянуться кабель для растяжки, ну и, соответственно, запалная часть, так скажем. Если мы уже внутрь войдём, да, здесь эта мина стоит на нуле, и сама растяжка стоит в отдалении определённом, да. Так, давайте подадим 350, ну, здесь особо не важно, насколько, потому что мы будем всё равно сдвигать её, как нам необходимо. Так, во-первых, во-первых, нам необходимо в самой вот этой палке, давайте найдём её, сделаем сокет. Этот сокет будет располагаться там, где у нас будет, куда будет приходить кабель. В данном случае это вот в эту часть. Я его нажал, create сокет, создал сокет, восстановил высоту примерно, да, необходимую, и всё. Делаю сохранение, закрываю. Всё, здесь у нас есть сокет под названием сокет. мы можем также создать и здесь, в запале, потому что у нас будет отсюда тянуться кабель. Так, вот он у нас запал, заходим, и здесь я тоже так же создал сокет под названием сокет. Так, чтобы уж и не путаться. Тоже в этой части делаю сохранение. Также create сокет, сокет. В принципе, вы уж, наверное, поняли. Теперь нам необходимо сделать сам кабель, кабель-растяжку. Во-первых, выбираем наш запал, откуда будет тянуться кабель. Хотя он всё равно будет у нас с нулевой координаты, но здесь особо не важно. Добавляем кабель. Cable. Так. Выставляем необходимое значение. Это выставляем начало. То есть, если вот так приблизиться, мы примерно видим, где у нас начало. Ну, вот всё. Для этого кабеля, видите, у него много всяких изгибов. Мы можем 4 изгиба можем подать 1. То есть, он будет прямой. Ну, давайте сделаем 2, чтобы мы хотя бы его как-то видели. это у нас извиняюсь, это у нас я не то выставлял. Это у нас толщина. Количество сегментов выставим, давайте, 2. Здесь мы сделаем 4 части, чтобы вот, допустим, хотя бы кубиком был он. Это NOM SIDES. Cable width сделаем толщину 1, допустим. Cable length длину, да, мы можем подать 0, можем подать необходимую длину. End location мы сделаем всё по 0. Видите, у нас 2 изгиба, 1, 2. длина кабеля, ну, если вы подойдите 20, соответственно, у него 20 будет длина. Здесь уже не особо важно, давайте 100, так и оставим 100. Так, start with tick enable, мы выключим его. И по сути достаточно. С кабелем мы разобрались, давайте будем писать логику. Во-первых, запомним, что Rust, вот это, mineRust, это у нас вот эта часть, которая отсоединена от мины. И, соответственно, мы вот с помощью неё будем подавать некоторые значения. Вытягиваем её сюда, пишем такую ноду, как get socket transform. Мы стираем socket, он здесь нам не нужен, если мы будем его выставлять, то, к сожалению, всё поломается. rts, выбираем rts component. Делаем sprich struct pin и записываем локацию. Делаем promote variable, то есть переменную, записали, окей. То есть мы записали конечную локацию нашей палки, так скажем. Для чего это нам нужно? мы будем подавать кабелю конечную локацию. Мы делаем set end location. Это у кабеля. То есть подаем конечную точку и записываем конечную точку. Далее из кабеля мы вытаскиваем nodo set attach to end то есть мы подаем подсоединение к концу. Эктор у нас будет self это данный эктор. Property names мы соответственно будем подавать значение нашей конечной палки. так я не скопировал здесь скопировал копируем ставим socket name мы как помним мы уже создали в нем socket который назвали socket далее теперь мы из этой же части будем определять где она находится так что пишем get relative location далее мы выбираем вектор в общем вектор length то есть длину вектора куда направлено то есть направление получается от нуля до этой штуки и соответственно мы делим это значение вектора на 2 для того чтобы мы могли создать коллизию и на основе этой коллизии уже чтобы персонаж мог взаимодействовать с этой миной но мы ее не создали так что делаем на нашей мине это получается box collision размеры ее не важны положение не важно мы ее будем выставлять наш box давайте выставим во-первых поворот и локацию set получается relative location and rotation подсоединяем все это локация то есть позиция это у нас будет половина длины так скажем расположение между этом и нулем то есть мы делим вот это на 2 все локация он то есть кубик у нас будет располагаться между этим и этим то есть где-то в середине так как мы разделили на 2 и далее мы этому же боксу будем подавать нашу размерность set box extend то есть здесь мы уже подаем размеры нашего бокса так для того чтобы это все нормально работало мы разделяем размерную часть и во-первых смотрите так как у нас бокс он по у должен разделяться то есть удлиняться в 2 раза соответственно мы на y и подаем деленное на 2 и остальные значения мы подаем размер бокса где-то это примерно 3-4 размерность то есть когда вы его в принципе поставите увидите давайте включим сразу бокса чтобы он виден в игре и далее нам необходимо повернуть этот бокс чтобы он корректно был повернут во всех мировых так скажем координатах для этого нам необходимо будет из вот эта самая самая проблемная часть потому что сейчас перед нами будет стоять выбор вот смотрите можем создать переменную я уже ее создал вот она старт она имеет значение 0 0 0 можем вытащить find look at rotation то есть мы от 0 до нашей позиции конечной точки палки вот этой и соответственно мы подаем ее то есть мы ищем от 0 до нашей палки примерный угол и соответственно этот угол выставляем боксом и давайте проверим что там у нас выходит отлетаем делаем симуляцию и как видите да у нас бокс во-первых кабель натянут все отлично куда необходимо откуда мы поставили начальную точку и где у нас стоит конечная точка но бокс повернут не туда значит я ошибся в выборе вот этих вещей давайте подадим его на x а на y мы напишем также 4 то есть y и z 4 то есть у вас возможно будет все по другому и как видите да у нас проблема бокс лежит не знаю где в данном случае он что-то лежит на полу то есть вот сейчас у нас как раз таки возникла проблема почему и как это правильно выставить бокс где располагается кабель есть еще одна вероятность возможно вот эта часть у вас заработает то есть я уже несколько раз пытался вот так все это настраивать и она не всегда у меня работала иногда прям отлично работала и в общем смотрите есть еще вариант так как у нас имеется на запале это у нас вот эта штучка над миной вот сокет да мы специально выставили вот здесь в начале и в самой растяжке самой вот этой железки мы делаем get сокет location пишем наименование сокет потому что у нас и там и там одинаковые значения мы просто подаем от запала стартовой точки до конца палки и смотрим как это будет выглядеть видите да у нас хотя бы угол поворота правильный но к сожалению позиция не получается выставить нормально так здесь у нас все отлично позиция у нас выставляется бокса вот здесь так как у него точка здесь мы от нуля подавали да и здесь до этой точки мы можем сделать как давайте relative location get relative location это самая проблемная часть как либо выставление угла либо выставление нормальной точки по z мы можем прибавить какое-то значение определенное чтобы у нас бокс не считывал не вот эту точку а вот здесь где-то примерно давайте попробуем сцен ну она у нас где-то здесь давайте проверим на высоту где-то 16 надо приподнять соответственно на плюс 16 давайте это мы отсоединяем сплитч 40 pin z мы подаем сюда x y давайте попробуем так это у нас локация да соответственно x y мы должны разделить на 2 давайте пока это уберем то же самое дублируем делим на 2 ну возможно кстати y тоже надо делить на 2 проверяем так ну мы уже немножко приподнялись давайте попробуем не плюс 16 а плюс 25 поставить и проверим и все вот у нас примерно расположение да но видите смещенность по основе какой-то да это у нас по x наверное то есть здесь некоторые позиции возможно как-то системой подбора необходимо будет делать но в данном случае нам уже более-менее нравится это позиции да то есть если мы возьмем мы выделим наш эктор давайте поставим какую-нибудь пусть это будет скала какая-то определенная мы допустим выделяем наш эктор берем наш вот эту палку давайте выставим ее где-нибудь на высоте скалы и проверим да ну да к сожалению вот сейчас у нас уже бокс взлетел это возможно из-за того что x не делится у нас либо из-за того что мы на высоте z поставили слишком много может быть ее тоже надо будет делить да но сейчас мы вот как раз таки на z ok сейчас проверяем просто предыдущим методом зеленое на 2 опять скрепляем все это может быть сейчас уже при изменении каких-то позиций уже все нормально работает но снова относительно то есть он опять тянет к этой точке и к этой точке так давайте разделим сначала а потом плюс о нем и здесь мы снова также разделяем в общем здесь вот такие нюансы вы подбираете более-менее подходящие на тестовом проверке этой мины я в принципе делал и у меня все отлично работало просто разделением на 2 но в данном случае бывают некоторые нюансы допустим из-за того что возможно я бокс выставил не тот не того размера и так далее видите да мы уже более-менее угол у нас правильный но позиция соответственно не совсем правильная давайте плюс 23 позиция бокса снова некорректно возможно по x надо прибавить так давайте сделаем еще и так плюс float и также разделение сначала сначала разделение надо было конечно сделать давайте и плюс подадим на я не знаю 4 значения то есть здесь немножко поиграться нужно и вот соответственно у нас уже бокс лежит более-менее ровно теперь давайте сделаем взаимодействие этого бокса дадим add event begin overlap и соответственно здесь мы прописываем допустим что наш персонаж пересекает данную поверхность так скажем либо какой-то либо другой персонаж в данном случае давайте на себя касту у меня first person character если у нас все проходит соответственно print string допустим взрыв и далее мы пишем можем также если у вас персонажи есть функция вот у меня в персонаже есть функция дамага я могу ему сразу нанести дамаг определенную позицию допустим в размере 60% далее мы соответственно можем убрать бокс это destroy компонент чтобы мы уже больше не пересекали его соответственно мы подаем далее что так то что у нас кабель допустим можем сделать либо кабель detach либо кабель destroy ну давайте попробуем сделать кабель destroy точнее кабель detach detach from компонент здесь мы подаем все то же самое далее допустим делаем какой-то delay определенное значение там воспроизводим звук взрыва локации у нас get actor location где расположен actor и соответственно подаем какой-то звук взрыва взрыва слишком громкий ну вот допустим этот также мы можем подать на нашу мину допустим компонент radial force для того чтобы персонажа откинуло мы можем подать радиус необходимый в котором будет какие-то проблемы у радиофорса мы автоактивеет отключаем и соответственно делаем ему fire импульс чтобы он включился так же на мину мы можем наложить получается партикл допустим тот же самый взрыв либо мы можем его спаунить здесь уже необходимо у партикла допустим если вы его поставили то же самое автоактивеет выключить и здесь написать сет актив сет актив поставить галочку что активируется либо если вы его сюда не ставили вы делаете спаун получается emitter at location указываете локацию допустим scale и так далее то есть необходимые это уже нюансы другие если он у вас уже есть вы уже здесь готовы настраиваете допустим scale его необходимый угол поворота в локацию и так далее то есть сами выставляете уже здесь гораздо проще далее мы можем уничтожить саму мину допустим наша мина destroy component потому что после взрыва соответственно мин разносит чтобы она у вас после взрыва не стояла так партикула и система вы можете допустим тоже после того как она у вас отыгралась если она у вас повторяется соответственно вам ее надо уничтожить допустим через 2 секунды она у вас тоже должна дестроиться если она у вас не воспроизводится повторно то в принципе это нет необходимости делать ну и далее вы уже делаете либо destroy actor либо если вы хотите чтобы у вас после взрыва осталась только вот эта штучка destroy actor вы не делаете а делайте destroy компонентов тех которые относятся к этой части где взрыв происходит давайте проверим так запускаем уже в нормальном режиме как видите да бокс коллизия находится там где у нас кабель то есть я пересекаю видите кабель у нас достроился неправильно лучше это тогда его уничтожать detach точнее давайте сделаем сразу destroy компонент иначе могут быть возникнуть вот такие вот проблемы он в начало карты начнет тянуть его давайте еще разок но так как у меня здесь партикулов сейчас не стоит а вот кстати у нас еще и запал надо вместе с миной запал уничтожить так это у нас вот destroy мина давайте сюда же поставим и destroy компонент запала и соответственно после двух секунд у нас достроится actor можем сюда написать print string напишем напишем и соответственно проверим взрыв и hello вот сейчас вот так почему у нас не сработал radial force но это потому что я к сожалению не дал ему импульс так как у нас радиус допустим вот стоит 380 да а импульс у нас 1000 для персонажа это очень мало давайте поставим 100000 и проверим и вот нас отбросило определенные позиции но вот с этим конечно у вас немножко могут возникнуть проблемы допустим вы захочете восстановить где-то подальше там под каким-то углом и так далее но как видите кабель у нас тянется все отлично никаких проблем особо пока не возникает то есть мы вот более-менее сейчас его нормально настроили и соответственно видите уничтожилась единственная в конце вот эта палка ну ее можно в принципе оставлять на этом все то что у меня выскакивают ошибки это в принципе нормально у меня не стоит жизнь а так как я вот сейчас подаю дамаг у меня выдает ошибку на этом все всем спасибо до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи